Первая часть будет посвящена основам, это как правильно колоть дрова, то есть она будет полезна людям, которые только переехали, например, из города в деревню, ну и также всем остальным расскажу о способах разных профессиональных кольщиков, которые они используют для колки дров. Ну обычно, когда человек из города приезжает в деревню, как он обычно колет дрова? Заказал он, например, машину дров, да, чурками, как он колет? Ну вот так. Ну обычно профессионалы, да, или сосед может подсказал, люди, которые в деревне живут, они подсказывают, да, что надо не так делать, надо вот так. Это хорошо, когда есть такой сосед, да, друг, который может подсказать, но не всегда так бывает, да, и человек колет, мучается и так далее. Поэтому здесь можно запомнить очень простое правило. Ноги на ширине плеч, руки за голову. Не за плечо, а за голову. То есть это, можно сказать, что один из основных способов колки профессиональной. Таким образом, да. Обычно им раскалываются большие чурки. А также есть другой способ, который чаще всего более дрова, который уже, да, поменьше, да, раскололи наполовину. И дальше обычно таким образом раскалываются. А также часто бывает так, что третий, да, способ, это редко бывает часто, когда колуны узкие, или подобные, как этот колун, сделанный из топора. В таком случае, еще бывает используют обухом бьют. Ну, например, сейчас покажу. Допустим, ударили, да, и в себя. Если попадаются вот такие вот сучками, то есть, правильно, чтобы сучок был вниз, смотрел вниз, тогда можно расколоть. Ну, а теперь поговорим по поводу горбыля и досок. Если же вы заказали непиленный горбыль, то можно сделать такое вот приспособление, козел такой, для того, чтобы распилить самому. Это будет намного проще, можно самостоятельно одному загрузить, сделать. То есть, в него закидываешь, да, закидываешь горбыль и просто пилишь. Расстояние от центров должно быть как раз именно такого размера, чтобы влез в вашу печку. Ну, горбыль, конечно, если, допустим, бывает так, что такие вот доски часто попадаются с гвоздями, ну, понятно, что если вдруг получится так, что в гвоздь попадет и все, и каюк цепи, можно сказать, что можно выкинуть ее или точить, да. Жалко. Если немного таких досок, да, с гвоздями, потому что не всегда угадаешь, где эти гвозди, можно сделать проще. В таком случае можно просто расщепить ее и разбить. Бьем просто и расщепляем. Я это одной рукой сейчас сделаю, поэтому сложнее. а если тут слишком длинная, можно еще вот сюда бить. Ну, и так далее. Бывает очень длинные же. Ну, а далее под углом всегда, потому что если так пролетит лобешник, поэтому под углом всегда. сейчас в этой части видео я рассказал вам об основах околки дров, то есть то, что должен знать каждый, кто привез себе дрова. То есть, как новички, которые приехали, допустим, из города в деревню, так и любители, да, кто какое-то время колли дрова. Спасибо за внимание и если вы знаете таких людей, которые, допустим, будет это видео полезно, то поделитесь, да, и может им эти знания не пригодятся.